Здравствуйте, дорогие друзья! Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина предлагает вашему вниманию обзор детских книг «Жили-были королики». Ежегодно в четвертую субботу сентября отмечается Международный день королика. Эти пушистые зверята – одни из самых популярных питомцев во всем мире. Популяция только домашних кроликов превышает 700 миллионов особей. Детям очень нравится произведение про милых пушистых зверьков. Часто в сказках зайцы и кролики сталкиваются с неприятностями, врагами и хищниками, но по счастливому стечению обстоятельств они преодолевают все трудности. Торнтон Берджес про кролика Питера и госпожу крольчиху Однажды у кролика Питера пропал аппетит. «Наверное, оттого, что ему просто не с кем поговорить?» – подумал кролик. Вот Питер и решил отправиться в путешествие на старое пастбище. Тут начались настоящие приключения. Но самое главное – кролик Питер встретился с прекрасной мисс Пуша Хвостик. Что было дальше? Прочитайте книгу. «Доминик Блеза. Кролик и Красная горка». Забавная и поучительная история о кролике, который рассердился из-за того, что в его жизни что-то изменилось. Оживает в невероятно милых акварельных рисунках знаменитого бельгийского художника Квентина Гребана. Впервые книга «Кролики. Красная горка» была издана около 20 лет назад. Она имела невероятный успех, и с тех пор книга остается популярной у малышей многих стран мира. «Бригитта Венингер. Ева Тарли. Большая книга. Приключения Пауля». Кролик Пауль – персонаж особенный. Именно этот ушастый малыш принес всемирную известность австрийской детской писательнице Бригитте Венингер. Бригитта с самого детства заботилась о своих младших братьях и сёстрах. Возможно, поэтому она впоследствии стала педагогом в детском саду и посвятила этой прекрасной и нужной профессии целых 20 лет своей жизни. Её добрые и весёлые истории о проблемах, которые возникают в жизни каждого ребёнка, любят и знают во всём мире. А проиллюстрировала забавные приключения маленького кролика художница Ева Тарли, обладательница нескольких наград. В «Большую книгу приключений Пауля» вошло пять рассказов о жизни многодетной кроличьей семьи. У непоседы, кролика Пауля, вечно что-то случается. То он ссорится со своим лучшим другом Эдди, то потеряет любимую игрушку, а то и вовсе заболеет. Но у Пауля всегда найдётся хорошая идея и огромная фантазия, чтобы исправить даже самую безнадёжную ситуацию. Бригитта Венингер и Ева Тарли. Пауль любит маму. Маленькому непоседливому кролику Паулю скучать некогда. Он весело празднует свой день рождения и готовит самый лучший сюрприз для своей мамы. Бригитта Венингер и Ева Тарли. Пауль становится звездой футбола. И вновь кролика Пауля ожидают невероятные переручения. Ему предстоит отправиться в удивительное и волшебное путешествие, чтобы провести летние каникулы в самом центре мира, а также стать настоящей звездой футбола. Бригитта Венингер и Ева Тарли. С Новым Годом, Пауль! Дед Мороз приносит подарки только тем детям, которые любят делиться и помогать тем, кто в этом нуждается, сказал в канун Нового Года папа-кролик. Пауль очень забеспокоился. В лесу ведь так много голодных животных, а у них в Нарье есть замечательная кладовая с запасами на зиму. Вот только семья кроликов не очень-то обрадовалась, когда обнаружила, что предприимчивый Пауль унес практически всю еду. Что же теперь делать? И какой сюрприз поджидает кроличье семейство в самую волшебную ночь года? Джулиан Гуф, кролик и Мишка, вредина в лесу. Медведица Мишель или просто Мишка неожиданно проснулась посередине зимы. Что же теперь делать? Может быть слепить снеговика? А вот кролик считает, что он сделает это определенно лучше Мишке, хотя он еще никогда в жизни не лепил снеговиков. Но, возможно, кое-кому нужно быть более вежливым и дружелюбным, особенно когда ему на пути встречается голодный волк. Серия книг про Мишку и вредного кролика была переведена на 12 языков мира. Иллюстратор Джим Филд является обладателем многих престижных премий. Вредина в лесу – одна из тех историй, благодаря которой дети хотят лечь спать пораньше. Только бы вы почитали ему эту книгу перед сном. Кролик ужасно взволнован. Похоже, некоторые деревья начали улетать на зиму из леса в теплые края. Его подруга, медведица Мишка, уверена, что деревья не умеют летать. Значит, дело в чем-то другом. И что это за хрязь совсем рядом? Звучит, как будто гигантский кролик хрустит гигантской морковкой. В лесу появилось новое неизвестное существо, которое пытается изменить все вокруг. Кролик и Мишка. Ночной кошмар. Это смешная история о дружбе и принятии себя и мира вокруг. Джулиан Гофф. Кролик и Мишка. Пернатый задира. Кролик хочет только одного – тишины. Ох, от этого ужасного стука у него даже уши заболели. И как только Мишка может спокойно похрапывать у себя в углу. Бум-бум-бум. Но скоро Кролик сможет посмотреть на эту ситуацию совсем с другой стороны. Пернатый задира – это смешная история о дружбе, здравом смысле и о том, как не быть действительно надоедливым. Кейди Камилла. Удивительное путешествие кролика Эдварда. Сказочная повесть американской детской писательницы Кейди Камилла рассказывает о многолетних похождениях игрушечного фарфорового кролика Эдварда. Джейн Кларк «Кролик-клевер» Новая книга английской писательницы Джейн Кларк о жизни мудрого доктора Кота, его ассистента мышонка Арахиса и их маленьких пациентов. На этот раз речь пойдет о ветрянке у нескольких зверьков и неизвестной сыпи у кролика Клевера. Читая эту книгу, дети поймут, как себя вести, чтобы заразная болезнь скорее прошла, какие правила гигиены нужно соблюдать и почему важно смотреть, куда идешь. Добрые сказки про животных в сопровождении веселых иллюстраций, а точнее дорисованных фото сделали серию доктор-кот популярными детскими книгами. Юта Лангройтер «О дома лучше» книжная сказка о родительской любви, о том, что даже самые лучшие друзья и веселые игры не заменят маминой ласки. Зайчик Джосси поссорился со своей мамой-зайчихой. Она все время заставляет его заниматься уборкой, умываться по утрам и делать зарядку. Джосси подумал, что у друзей ему будет гораздо лучше и ушел из дома. Но вдали от мамы ему стало так грустно, что даже сердце защемело. Юта Лангройтер «Вместе лучше» Зайчик Джосси поссорился со своими сестрами. Марта и Мэтти хотят играть с его подругой Леной без него. Это, конечно, несправедливо и ужасно обидно. Однако, когда начинается сильная гроза, Джосси кажется, что его сестры в опасности, и он спешит к ним на помощь, ведь они – одна семья. Сергей Макеев «Бояка мухи не обидит» Добрая и веселая сказка об удивительных приключениях кролика по имени Бояка. Маленький кролик боялся всего на свете, наверное, поэтому его так и звали – Бояка. Впрочем, с каждого понедельника у него начиналась новая жизнь. И Бояка всегда выбирал, кем он будет в новой жизни – забиякой или бякой, боякой или бодякой, или просто смелым, находчивым и отважным кроликом. Катя Матюшкина, Катя Аковитая, фея-колтунья и волшебный портал, книга кролика про кролика с рисунками и стихами кролика. Непоседливому кролику не дают покоя слава сыщиков Фу-фу и Кис-киса. Он решил стать сыщиком сам. Первое дело подвернулось кролику неожиданно. Он буквально влетел в него с горы на садовой тачке бобра. И вот теперь начинающему детективу предстоит вернуть капризную овцефею домой, а потом спасти целую волшебную страну от злой колтуни. Новая история от Кати Матюшкиной и Кати Аковитая способна удержать детское внимание ничуть не хуже диснеевского мультфильма или яркой компьютерной игры. А все потому, что там очень много неожиданных поворотов, смешных ситуаций, красочных иллюстраций, необычных заданий и увлекательных квестов, которые нужно пройти, чтобы помочь героям добраться до цели. Дейзи Медоуз, крыльчонок Люси или волшебная встреча. Лили и Джесс лучшие подруги. Они обожают животных и даже помогают ветеринарной клинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место лес дружбы, где все животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим. Первой, кого встретили Лили и Джесс, оказалась Люси Длинаус, любопытный крыльчонок. Но внезапно, прямо на глазах у девочек, Люси похитили злые тролли. Что же делать? Джесс и Лили пускаются в погоню, но троллей и след простыл. Помочь подружкам может только мудрый филин. Беатрис Поттер все о кролике Питере. Давным-давно в Англии жила детская писательница и художница Беатрис Поттер, которая написала больше двадцати сказок про животных. Кролики и мышки, кошки и белочки, ежики и собаки, все они удивительным образом оживали в сказках Поттера и ее рисунках, нежных и необыкновенно милых. Они открывают читателю мир старой Англии, в котором звери живут своей особой жизнью, так похожей на человеческую. Истории Беатрис Поттер давно стали классикой детской литературы и уже более ста лет многие поколения маленьких читателей открывают для себя ее мир очаровательной и волшебной. Хейли Скотт Где же мистер Прыг-Скок? Познакомьтесь с семьей Прыг-Скок. Четыре маленьких игрушечных кролика живут в чайном домике. Их хозяйка, девочка Стиви, просто обожает играть с ними. Но у игрушечных кроликов есть секрет. Они оживают, когда их никто не видит. Автор Хейли Скотт очень любит разные истории. В детстве она обожала бегать к большому холму и наблюдать за кроликами, сновавшими туда-сюда, рядом со своими норами. Где же мистер Прыг-Скок? Это первая книга серии «Чайный домик». Хейли Скотт торт для мистера Прыг-Скок. Мама Стиви устраивает вечеринку и, конечно, собирается сделать фирменный торт, который так нравится гостям. А маленькие кролики Лапочка и ее брат Финик просто обожают сладости. Смогут ли они удержать себя в лапах, зная, что рядышком готовится самый вкусный торт в городе. В конце книги вас ждет сюрприз. Настоящий рецепт торта, который испекли веселые кролики. Себастьян Телески «Большие заботы веселых кроликов». Яркая, увлекательная книга современного французского иллюстратора детских книг дизайнера Себастьяна Телески о веселых кроликах не оставит равнодушным любого, кто ее откроет. Читателям поручено важное задание в пестом поговороте кроличьего мира помочь кроликам найти их сокровище «голубую морковку». Задание не из простых, ведь в исследовании этого удивительного мира погружаешься с головой. Здесь каждый кролик чем-нибудь занят, а все вокруг сделано из морковки. Лекарства, хлеб, бензин и даже бетон. Рассмотреть все удивительные детали кроличьей норы и прочитать о веселой кроличьей жизни будет интересно и ребенку и взрослому, а также повысить свою внимательность. Себастьян Телески «Большое путешествие времени» в поисках голубой морковки. Яркая, увлекательная книга Себастьяна Телески «Замечательное развлечение и для детей, и для взрослых». Читатели отправятся в красочные путешествия от древних времен до современности, чтобы отыскать затерянную в веках таинственную голубую морковку. В потрясающий кроличий мир вписаны реальные исторические вещи. Веселые кролики добывают огонь, строят пирамиды, отправляются в дальние плавания, летают в космос и следуют за заветной мечтой. Про все их приключения во времени можно узнать в этой забавной книге и попутно освежить свои знания по истории. Марджери Уильямс «Плюшевый кролик» «Могут ли игрушки оживать?» Автор плюшевого кролика знаменитая британская писательница Марджери Уильямс совершенно уверена «Да, могут». Но оживить их способна только искренняя и нежная детская любовь. Любая игрушка, большая или маленькая, старая или новая, дорогая или не очень, становится живой, когда ребенок по-настоящему привязывается к ней, а не просто играет, и уже навсегда остается такой. Так случилось и с маленьким плюшевым кроликом. Трогательная сказка, ставшая классикой за рубежом, остается актуальной сегодня, помогая маленьким читателям по-новому взглянуть на давно знакомые и любимые игрушки. А нежные иллюстрации Сары Массини только усиливают впечатление их одушевленности. Присмотритесь, оживают ли игрушки в вашем доме. Свап на ход дому большой сюрприз для маленького кролика. Крольчонку скучно, его братья и сестры очень заняты, им надо застилать свои кроватки и помогать маме по дому. И вот дедушка большой кролик предлагает ему провести день вместе. Крольчонок очень обрадовался, ведь он знает, что дедушка целыми днями напролет ходит в гости к своим друзьям. Так что же ждет крольчонка? Большой сюрприз для маленького кролика теплая история о том, что добро всегда возвращается добром. Джоэль Чандлер Харрис «Сказки дядюшки Римуса». Знакомы ли вы с братцем кроликом и братцем лисом, а с хитрым братцем черепахой? Если нет, то скорее открывайте сказки дядюшки Римуса. Вас ждут веселые приключения и забавные проделки, невероятная смекалка и находчивость, житейская мудрость и простые, но важные истины. Сказки дядюшки Римуса не теряют своей популярности уже больше ста лет. В издательстве «Махаон» опубликовано несколько книг, известной французской писательнице Женевьевой Юрье, объединенные в цикл «Жили-были кролики». Если вы еще не знакомы с замечательным кроличьим семейством, то скорее открывайте книжки. Вас ждет встреча с непоседами крольчатами, почтенным кроликом папой, тетушкой крольчихой и их друзьями. Удивительные приключения кроликов и крольчат, а также красочные иллюстрации Лаика Жуаннига, отлично передающие кроличьи быт, порадуют детей интересным чтением. Книжки можно читать маленьким детям вслух, давая им комментировать картинки. Женевьева Юрье «Большая велогонка». В этой книжке вас ждет большая велогонка, в которой главной гонщицей выступила тетушка Цинья. Какие препятствия ей придется преодолеть, чтобы прийти к финишу? Женевьева Юрье «Большая книга кроличьих историй». Жили-были кролики. В одном кроличьем семействе подрастают милые, но очень шустые крольчата. Четверо сыновей и дочка. Они ни минутки не могут усидеть на месте и все время попадают в удивительные истории. Если вы еще не знакомы с этим замечательным семейством, скорее открывайте книжку. Вас ждут невероятные приключения. Женевьева Юрье «Веселый карнавал». Вместе с крольчатами вы сделаете карнавальные костюмы и отправитесь на праздник. И там вас будет ждать незабываемое приключение. На этот раз в маске клоуна. Женевьева Юрье «Воздушные приключения». Вы узнаете о том, как отважные крольчата поднялись в небо на воздушном шаре и стали настоящими воздухоплавателями. Женевьева Юрье «Встреча с пиратами». Вместе со всем кроличьим семейством вы побываете у моря. Но поскольку все кролики боятся воды, крольчата придумали, как покататься на лодке, не заходя в воду. А вот что из этого получилось? Женевьева Юрье «Праздник полнолуния». В этой книге вы прочтете о том, как сыроежек учился танцевать, чтобы попасть на бал. Отправитесь вместе с горицветиком на поиски таинственного Баобаба и поможете одуванчику вырастить свой первый урожай. Женевьева Юрье «Хитрый лис». Из этой книги вы узнаете о том, как Розмаринчик, поспорив с братьями и сестрой, отправился среди зимы на поиски свежей капусты и что из этого вышло. Вместе с Пируэттой, безрассудно решившей перехитрить самого лиса, вы будете спасать ее брата Рыжика из цепких лап рыжих хитрецов. И, наконец, вы, затаив дыхание, послушаете рассказ тетушки Цинии о том, как однажды в детстве на ночной дороге она повстречала страшного людоеда с горящими глазами. Продолжение следует...